МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К Краснодарскому краю предстоит нарастить объем экспорта продукции АПК, увеличив его почти до 4 миллиардов долларов. Приоритетные направления, за счет которых предполагается увеличить объем экспорта, зерновые культуры, сахар, мукомольно-крупиная, масложировая и крахмалопаточная продукция. Налоговый вычет за занятия спортом предложили россиянам. Об этом сообщает РБК. Речь идет о расходах на физкультурно-оздоровительные услуги. Такие поправки в Налоговый кодекс разработал Минфин по поручению президента. Владимир Путин в июле поставил задачу рассмотреть возможность ввести социальные налоговые вычеты на занятия спортом. Сейчас поправка в статье 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах предусматривает их как в свою пользу, так и для близких родственников по расходам, в частности, на обучение и медицинские услуги. Теперь этот перечень будет дополнен физкультурно-оздоровительными услугами. Если, например, стоимость годового абонемента в спортзал составляет 50 тысяч рублей, то пользователь сможет вернуть себе 13%. Это около 6,5 тысяч рублей. Конкретные виды услуг и список организаций, на которые будет распространяться вычет, определит Минспорта, сообщила пресс-служба Минфина. Но компенсировать затраты на дорогостоящие услуги не удастся. Расходы, по которым можно получить социальный налоговый вычет, не могут превышать 120 тысяч рублей за календарный год. Цена переобучения одного предпенсионера выросла. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Средняя стоимость одного курса программы переобучения людей предпенсионного возраста теперь составит 53 тысячи рублей. Вместо 33 суммы, которую ранее называл Минтруд. Длительность программы 3 месяца. Безработные предпенсионеры могут получать стипендию в размере минимальной зарплаты с учетом районных коэффициентов, отметила Голикова. 95% денег для финансирования программы будет предоставлено из федерального бюджета. В реализации мероприятий будет принимать участие Ассоциации WorldSkills. По словам вице-премьера, из ежегодной численности предпенсионеров, это 75 тысяч человек, 25 тысяч могут проходить переподготовку. Отметим, проект по переобучению Минтруд представил в октябре прошлого года. За исключением стоимости одного курса обучения, положения проекта совпадают с заявлениями Голиковой. На итоговую стоимость программы повышение средней цены одного курса не повлияло. На чайных плантациях Сочи планируют построить дегустационный дом. На экскурсии к чаеводам приезжают не только жители Кубани, но и из других регионов России и даже стран, в том числе Австрии, Австралии, Японии, Китая и Израиля. За год плантации посетили больше 5,5 тысяч туристов. Во время экскурсии им рассказывают об особенностях выращивания чая в северных широтах, показывают полный цикл производства напитка и проводят мастер-классы по живописи. Каждая экскурсия завершается чайной церемонией. Строительство дегустационного дома планируют начать в этом году. Туда будут приглашать и туристов, и экспертов чайной отрасли. Отметим, Краснодарский край является единственным регионом России, где в промышленных объемах выращивают и производят чай. В 2018 году на Кубани собрали 508 тонн листа, чьи воды края получают поддержку из бюджета с 2017 года. И в этом году она составит больше 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Обратить внимание на льготников призвал замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Александр Волин. Речь идет о переходе на цифровое эфирное вещание. Об этом он сообщил на заседании Координационного штаба по подготовке ко второму этапу отключения аналогового вещания Минкомсвязи. Важно при подготовке не упустить из виду ни один соцобъект. Их сотрудники в силу профессиональной специфики и загруженности могут хуже ориентироваться в том, пригодны ли к приему цифрового вещания, имеющиеся в этих учреждениях телевизоры, и какие шаги нужно предпринимать для приобретения дополнительного оборудования. Волин уточнил, что 11 февраля на цифровое вещание перейдут 7 регионов страны Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня. Замминистра призвал власти регионов максимально эффективно использовать оставшееся время для подготовки. Он добавил, что во всех регионах социально незащищенным гражданам будет частично или полностью компенсироваться стоимость необходимого для приема цифрового сигнала оборудования. При этом отключаться будет аналоговое вещание только федеральных каналов. Зрители смогут в прежнем режиме смотреть программы местных телекомпаний. Курс валют от Центробанка России на 24 января. Доллар 66 рублей 33 копейки. Курс евро 75 рублей 38 копеек.